Те умы, правда, что ты поступила в университет на два года позже других? Да. Что тебя подтолкнуло купить тестовые бланки выпускного экзамена? Подтолкнуло то, что у меня не было других вариантов, я не могла поступить иначе. Просто мои родители, если бы я не получила высокий балл на экзамене, они применили бы ко мне словесное или даже физическое насилие. Поэтому я искала выход. Они были бы довольны, только если бы я получила хорошие баллы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто-нибудь может ответить на данный вопрос? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что происходит с вашим классом? Почему все такие подавленные? Никто не может ответить на простой вопрос? С таким отношением бессмысленно приходить на занятия. На что вы надеетесь? Последнее время произошло много всего, так что это нормально. Что еще за слова? Я сам выберу, кто будет отвечать. Номер 39. Вставай. Чего переглядываетесь? Кто номер 39? Это Вейлай. Его уже несколько дней нет. Тогда номер 38. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, Вейлая давно уже нет. Как ты вообще можешь спать? Вы же были так близки. Попроси его вернуться. Я брал его конспекты и решил вернуть. Скажешь ему, когда он вернется. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Съешь немного фруктов. Знаешь, ты раньше никогда не был таким решительным. Но только теперь ты точно не сможешь убежать. Тетя, твои шутки ни к чему. Спрячь книги до того, как отец вернется домой. Если поймет, что ты не сдался, он снова поднимет шум. Мне все равно. Почему вы оба такие упрямые? Правду говорят, яблоко от яблони. Начнем урок. Встаньте. Поклонитесь. Доброе утро, учитель. Всем доброе утро. Садитесь. Прежде чем начать, я хотел бы поговорить с вами. Я вижу, что вы очень подавлены. За последнее время наш класс многое пережил. Поэтому все на нервах, и я могу вас понять. Но так продолжаться не может. Экзамены не за горами. Ребята, нам нужно перебороть это состояние. И я решил, что нам нужна смена обстановки. В эти выходные мы пойдем на крышу главного здания. Зачем нам туда? Зачем на крышу? Чтобы вы могли покричать. Покричать? Чтобы вы выкрикнули то, о чем молчите, о том, что у вас внутри. Выкрикните все. Хорошо подумайте о том, о чем вы хотите покричать. Учитель, но если ученики из других классов услышат нас, они будут смеяться над нами. Что в этом такого? Учитель, отличная идея. Я уже знаю, о чем хочу кричать. Это великолепная идея. Да. Вы сможете продолжить обсуждение после урока. А сейчас давайте успокоимся. И начнем урок. Я и так вес набрала. Вы уже придумали, о чем будете кричать? Еще нет. Я сегодня набросаю варианты, а потом выберу лучшее. И я нет. Знаете, я раньше никогда не кричала. Вроде и хочу иногда что-то выкрикнуть, но не могу. А я знаю, о чем ты бы хотела кричать. Просто наберись мужества. Перестань уже. У меня уже нет к нему тех былых чувств. Знаешь, в мире так много прекрасных вещей, но не все из этого может быть моим. Поглядите, наша девочка выросла. Эй, Фан Све! Фан Све! Что ты хочешь выкрикнуть? О чем ты? Что с тобой? Фан Све. Да? Ты сама не своя с тех пор, как он уехал. Ты даже аппетит потеряла. О чем ты? У меня просто желудок сильно болит. У семьи Вейлайни легкие времена, и ему нужно побыть дома. Он вернется через пару дней. Знаю. Лучше не лезть в его семейные дела. Не будем об этом думать. Фан Све. Твои оценки по химии были лучше? Что вдруг так сильно повлияло? Можешь рассказать? Вот твой бланк теста. Много ошибок. Учитель. Я всегда плохо разбиралась в химии. Можешь попросить о помощи Вейлая? Но, учитель. Вейлай еще не вернулся. О, точно. Тогда постарайся прилагать побольше усилий. Если будут возникать вопросы, попроси помощи у учителя по химии. Ну, или у помощи у одноклассников. А? В последнее время ты сама не своя. Я тоже когда-то был школьником. Мне не нужно всего объяснять. Будь сильный. Хорошо? Спасибо, учитель. Можешь идти. Я не видел тебя уже несколько дней. Скучала по мне? Я слышал, ваш учитель снова что-то задумал. Пойдете на школьную крышу и будете там кричать? Какая прелесть. С нетерпением буду ждать встречи с тобой, когда мы... Будем шуметь и кричать. Уже мысль об этом меня возбуждает. Придумала? О чем будешь кричать? Тогда я помогу тебе с этим. Может быть, просто прочитаешь закон? Какой закон? Я приготовил это для тебя. Быстрее. Страница 389. Прочитай. Передача госслужащим денежных средств с целью извлечения личной выгоды является подкупом. Знаешь, почему именно эта статья? Это то, в чем ты замешана. Пожалуйста, подумай о себе. Такое неприемлемо в твоем возрасте. Кем ты станешь, когда вырастешь? Будь добра. Прочитай это вслух громко и четко. Пусть все в школе узнают, что ты очень... сожалеешь об этом. Я не хочу. Ты относишься к закону, как к шутке. Все еще пытаешься быть праведной? Какая бесстыдница. Ты просто хочешь, чтобы я страдала. Чего ты хочешь этим добиться? Почему меня так пытаешь? Ты так развлекаешься? Ну, конечно. Для чего бы я еще это делал? Ладно. Не читай, если не хочешь. Все равно, рано или поздно, все узнают правду. Одноклассники, учителя. Думаю, они будут в восторге от такой ученицы. Да, родители тоже узнают. Пригласи их в среднюю школу Сянцзян. Я очень жду воссоединения твоей семьи. Такая гармония. Прочитай это. Умница. Эй, ты слышала? Вейла из четвертого класса может уйти из школы. Правда? В нашей школе уже не хватает красоток? Правда. Но дело в том, что он признался в поджоге, и все ради той девушки, Фан Цюэ. Как же ему не повезло. Эта Фан Цюэ такая бестолковая. Выходите, хватит сплетничать за спиной. Они просто болтают ерунду. Если бы Вейлай уходил из школы, учитель Линь попросил бы собрать его вещи. Даже если он бросит учебу, твоя жизнь должна продолжаться. Посмотри на себя. Сколько дней прошло. Не издевайся над собой, ты бы смогла быть с ним. На него нельзя положиться. Ты меня слушаешь? Что мне теперь делать? Во-первых, подумай, о чем будешь кричать. Сейчас тебе нужно поднять настроение. Я не могу выбрать. Помоги мне, пожалуйста. Даже если я проиграла сражение, я еще не проиграла войну. Я и без тебя буду в порядке. Как банально. Посмотри, о чем написала. Все о нем. Это же услышат и другие. Ты вообще меня не слушала? Вейлай ушел, теперь ты одна. Это факт, ничего не изменить. Открой глаза. И правда, когда я успела стать такой? Перепиши все. Перепиши все. И хотя слоган банален и прост, но имеет смысл. Это напоминает мне о том, как ты себя подбадриваешь. Тебе очень подходит. Ребята, ну что, все готовы? Мы готовы. Я вас не слышу. Мы готовы. Мы готовы. Да, вот так. Позже вы сможете выпустить пар. Я приготовил для вас леденцы. Идем. Четвертый класс снова сеет беспорядок. Пойдем посмотрим. Идем. Хочу увидеть, что еще выкинет Фансюэ. Время исповеди на крыше начинается. Вы должны искренне выкрикивать то, что хотите сказать. Я считаю себя лучшим учителем средней школы Сянцзян. Учительинь! Из-за того, что я стал учителем, меня бросила девушка. Она сказала, что у учителя нет будущего. Она сбежала кинорежиссеру. Но плевать. Я хочу быть лучшим учителем в средней школе Сянцзян. Я хочу быть лучшим учителем в городе Сянцзян. Я буду учителем со светлым будущим. Да! Все говорят, что я живое ископаемое средней школы Сянцзян. Но это живое ископаемое обязательно поступит в техникум. В этом году. Ты сможешь, да. Ты сможешь! Я хочу поехать в Пекин! Я подам заявку на педагога! Я хочу быть отличным учителем, как учительинь! Ван Цзэ Цзэ, подожди меня! Ты должен подождать меня! Я Чу Ян Фэнь! Я попаду на факультет искусства! Я хочу быть с тобой! Я хочу изменить этот мир своими силами! Хотя бы немного! Молодчина! Давай, просто выкрикивай то, что хочешь сказать. Мои хорошие оценки – это блеф! Я получила их обманным путем! Я незаконно достала тестовые бланки, чтобы получать хорошие оценки! Раньше я боялась об этом сказать! Я хотела то, что мне не принадлежало! Но сейчас я хочу отказаться от этого всего! Я ненавижу школу! Ненавижу экзамены! Мне не суждено стать такой же безупречной, как Вэйлай! Такая жизнь слишком утомительна! Ты молодец! Ты молодец! Уходи из школы, Тяомай! Уходи, Тяомай! Мы верим в тебя! Мы верим в тебя! Молодец! Можешь идти! Гошен! Давай! Начинай! Вы все говорите об учебе, поступлении, о своих мечтах! Вы все знаете, что я не люблю учиться! Да, конечно знаем! Но я хотел бы сказать кое-что своей однокласснице Чан Цзин! Я хочу спеть для нее! Уходи... ... ... ... ... ... ... ... ... ... У тебя голос сорвался! Встречайтесь! Директор Лэй! Директор Лэй! Скорее бежим! Бежим! Гушан! Ты что делаешь? Спускайся! Директор Лэй, я просто растягивался. К чему эта драма? Кому ты врёшь? Больно, больно. Ты должна быть благодарна ему. Если бы он не оказался в центре внимания, то ты оказалась бы на его месте. Ты всё ещё думаешь, что я буду молчать? Не смей меня шантажировать, как раньше. Я больше не буду стирать твою одежду. Ты идёшь против меня? Наносишь ответный удар? У тебя голос прорезался. Я хочу увидеть тебя такой, с этим блеском в глазах. Когда директор Лэй пригласит твоих родителей в школу? Я жду. Это ведь та девушка, да? Это она? Это она, да? Зачем ты упомянула о Вейлэе на крыше? Да. Всё. ТиАу Май, ты в порядке? Всё хорошо. Все обманывают, главное, что ты призналась. Посмотри на меня. От меня столько неприятностей, но я до сих пор здесь. Все скоро об этом позабудут. Хорошо, хорошо. Давай переоденемся, ладно? Есть желающие ответить? Тяомэ, вставай. Ребята, вы тоже решайте задачу. Если не ошибаюсь, я объяснил вам эту тему на прошлой неделе. Я не приму оправдание, если не сможешь решить. Ты неправильно использовала формулу. Знаете, почему я выбрал ее? Это задача с ошибкой в условиях. Обратите внимание, те, кто повторил эту ошибку, могу сказать только то, что у вас не работают мозги. Вы так резво кричали на крыше. Почему сейчас такие подавленные? Примите это как предупреждение. Вот следствие обмана. Как вы можете обманывать, если вы настолько глупы? Получать оценку А+, когда твой уровень Си... КОГО ТЫ ПЫТАЛАСЬ ОБМАНУТЬ Что ты делаешь? Бунтуешь? КОГО ТЫ ПЫТАЛАСЬ ОБМАНУТЬ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эй, вы спите? Еще нет. Честно говоря, я была сегодня так шокирована. Хотя я видела раньше такое в фильмах, но когда видишь подобное в реальной жизни, это сильно шокирует. Ты права. В этом классе слишком напряженная обстановка. Если бы вас не было рядом, я бы, наверное, впала в депрессию. Если бы она не гналась за рейтингом, не стала бы прибегать к обману. Хотя это может быть оправданием. Вдруг ее семья слишком сильно на нее давила. Мы не можем ее осуждать. Знаете, если бы она была более общительной, то не стала бы прибегать к обману. Она слишком закрытая. Мы даже не замечали ее. Знаешь, я как-то видела ее с парнем из другого класса. Они спорили друг с другом. Когда я пришла, парень уже ушел. Я тогда еще подумала, что это странно. Не думай об этом. Просто живи своей жизнью. Нам всем нелегко. Давайте спать. Доброй ночи. Учитель. Фан Цюя, мы пойдем завтра в больницу. Навестить Сяомэ. Собери все ее вещи. Мы их отнесем. Она не вернется? Ее родители говорят, что она не в лучшем состоянии. Ей трудно будет сдавать вступительные экзамены. Видимо, я все же не справился с ролью учителя. С ученицей из моего класса происходило такое, а я этого даже не замечал. Я хотел увезти ее с крыши и поговорить с ней. Но, как видишь, не успел до происшествия. Учитель, не вините себя. В классе много учеников, невозможно обо всех позаботиться. Ты права. Но у всех нас накопился стресс, и я должен был уделить этому внимание. Следи за одноклассниками. Сообщи, если заметишь что-то неладное. Не переживайте. Я сделаю все, что нужно. Сиэ, Циао Май больше не вернется? Судя по тому, что сказал учитель инь, думаю, нет. Пойдем. Извините, я классный руководитель этой девушки, и хотел бы узнать, как ее состояние? Помимо всех ее порезов, у нее психологическая травма. Ей нужен покой. Это серьезно? Мы не можем рассказывать о состоянии пациента. Лучше спросите об этом у ее семьи. А мы сможем навестить ее, когда она проснется. Будет лучше, если вы не будете ее беспокоить какое-то время. Стойте, подождите. Это аудиокассеты. Я сама сделала эти записи, и слушала их, когда мне было плохо. Могу я оставить их ей? Они помогут ей восстановиться. Она эмоционально нестабильна. Будет лучше их не оставлять. Она лишь хочет немного помочь. Может, стоит попробовать? Пожалуйста, помни о потоке событий. Это гораздо важнее, чем таблица Менделеева. Простите. Это не... Мне нужно в уборную. Фэн Цюэ. В порядке? Все хорошо. Я понимаю, почему Тяо Мэй сейчас в таком состоянии. Ее зажали со всех сторон. С одной стороны, ее баллы росли стабильно. С другой, родители и требования школы. Давили на нее. Она потеряла себя. Несмотря ни на что, человек должен быть более свободным. Кстати. Это отчет по Вейлайу. Можешь передать ему на перерыве? Хорошо. Объяснись. Директор Лэй, я вам все уже объяснил. Это была просто шутка. Шутка? Тебе все еще смешно? Пусть будет по-твоему. Не говори мне ничего. Я ничего не расскажу твоим родителям. Потому что они все равно уже ничего не смогут с тобой сделать. Тогда я вызову к тебе Чэн Цзин. Ты все равно не скажешь так? Тебе лишь нужно сказать, что эта идея принадлежит Гушану. Что это он все придумал. Скажи это и не будет никаких проблем. Признаюсь. Я испытываю чувства к Чэн Цзин. Но это мои чувства к ней. Она в этом никак не замешана. Учитель Инь объединил нас в группу, чтобы мы вместе учились. Простите, я вас разочаровал. Я угрожал Чэн Цзин. Я попросил ее, чтобы она не рассказывала о том, что я пристаю к ней. Я признаюсь, это моя вина. Он спетил. Он спетил. Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают Я проходила мимо учительской и услышала, что Вейлай сломал ногу, когда пытался сбежать из дома и вернуться в школу. А я здесь при чём? Слушай дальше! Вейлай уезжает за границу, ему готовят визу. Возможно, он никогда не вернётся. Это отлично. Девушки отдыхают Вейлай! Девушки отдыхают Меня не волнует, слышишь ли ты меня сейчас. Я просто хочу сказать... Ты... Для меня ты самый выдающийся человек. Неважно, поедешь ты за границу или же в Пекин, изучаешь палеонтологию или же финансы, у тебя обязательно будет светлое будущее. Я напоминаю себе сейчас нашего учителя. Хорошо! Я ухожу! Я буду по тебе скучать! Ладно. Ладно. До вступительных экзаменов в колледж осталось 109 дней. Продолжение следует... я думаю,anc She reminder 버исов, на насrender. Продолжение следует... я думаю, что еще деньфицировать лучше потому что самое. Они должны учиться. Вам нужно поверьте в каком Д 되� cả. Aquaer после Г Smith была для проверки, она тоже довольно- ran конец моего длона. 3-2. У меня есть助, я Probably советую Tongfr activity И что это относится? Мне отнесеньforce чтоviamente Hail升 accountable А меня не потевоченächen, не он поверил его, который будет полный себя в доме... в стране и привлекательное время. И мне ещё будет... хотелось бы крайне из дома. И я всегда с ним, не приходит от какого-то, вновь, и все было объявлено. И я всё-су-су, если у меня не отличащих детей, в этом случае у меня есть он. В aprendем когда я стараюсь, так что я не думаю, Это не так. Это странно. Да, я никогда не спрашиваю. Если бы, чтобы я подсказал, я подсказал в Украине. Я занимаюсь в Украине. Но я сегодня подсказал в Украине. Я считаю это очень очень. И теперь я не знаю, но для меня это со мной, что когда-то очень из-за спрашивания, Когда я думал, как это делать, то как я не могу понять, что я не могу понять, что я не могу понять.